Как умение публично выступать может поспособствовать развитию бизнеса? И стоит ли ставить знак равенства между хорошим оратором и успешным предпринимателем? Об этом мы сегодня общаемся с Вероникой Селегой из школы Аристотель. Ораторское искусство. Насколько предприниматели сегодня понимают, как они могут его применять в своей повседневной жизни и в работе? Безусловно, понимают. Это доказано количеством людей, которые интересуются данной тематикой. В этом вопросе все просто. Предприниматели, которые ведут публичную деятельность, естественно, они чувствуют потребность в том, чтобы постоянно улучшать свои ораторские качества. Есть разные люди, у которых данное качество заложено с самого начала, и они просто совершенствуются. Есть люди, которые чувствуют барьеры в общении, барьеры в коммуникации. Тогда они прибегают к помощи. И в каждом отдельном случае количество времени, которое используется под конкретного человека, оно всегда разное. Но в любом случае можно научить человека правильно и красиво говорить. Конечно. Не только правильно и красиво говорить, но и, учитывая сферу его деятельности, отталкиваясь от того, чем он занимается и с кем он общается, направить его в то русло и развивать его лексику, развивать его навыки в той истории, в которую он постоянно вращается. Вот это самая большая ценность. То есть можно работать не просто с человеком, как с существом, умеющим говорить, а с человеком, которому необходимо будет применить это умение в своем бизнесе. Конечно. Отталкиваясь от его сферы деятельности, вот туда и копаем. Невозможно для всех дать одинаковые знания. Для всех возможно дать одинаковую базу, которая касается, например, голоса, дикции, дыхания, которая касается жестикуляции, мимики. Да, то есть можно дать общий курс, и человек сам, понимая, как он это индивидуально применяет, он самосовершенствуется. Но когда речь идет о сфере его деятельности, когда мы говорим о том, чтобы с помощью таких навыков улучшать его представление на публике или его коммуникацию с партнерами или в любого рода коммуникации, тогда, конечно же, мы углубляемся конкретно в его бизнес и в то дело, которым он живет. Вот из вашего опыта предприниматели, они чаще сами приходят к решению заняться самосовершенствованием и обучиться ораторскому искусству. Либо есть какие-то факторы извне, которые давят на них, и они подталкивают их на какое-то неуспешное выступление, грубо говоря. Чаще всего, конечно же, приходят сами, когда понимают, что вот уже есть определенная база у человека, вот он уже достиг определенного уровня общения, уже у него есть вот такая сфера деятельности, в которой он постоянно крутится, и он в ней эксперт, и понимают, что ему не хватает навыка вот такого публичного выступления, ему не нравится его голос, или ему не нравится то, как он ведет переговоры. И тогда, конечно же, человек должен сам осознать то, чего ему не хватает. И только тогда работа эффективная. Бывали случаи разные, когда предприниматели и чиновников подталкивали их жены, или пиарщики, или их помощники. И это не самый удачный случай, потому что если человек внутренне сам противится, ну просто говорят, что ты в этом не дотягиваешь, сам он этого не осознает, вот тогда это проблема, и тогда это как насильное занятие. Ну это касается вообще всех сфер саморазвития, в которых человек пробует совершенствоваться, когда ему подсказывают, что тебе не хватает. Только когда он поймет, что ему не хватает этого, тогда и развитие идет быстрое, тогда все развивается быстро. Он понимает, мне ради вот такой цели нужно проделать вот такой-то путь, и тогда все идет. Есть ли какие-то, условно говоря, три кита, на которых держится ораторское искусство? Есть один главный кит, первый, самый важный. Это знание материала, это такое глобальное знание, детальное знание темы. Вот это тот пункт, который часто пытаются обойти и узнать какие-то особенности, как достичь успеха в публичном выступлении без основного. То есть если мы посмотрим в историю, то увидим, что самые известные ораторы – это люди, которые в меньшей степени занимались развитием своей речи. Они просто много копали в тему, в которой жили и в которой горели. И за счет этой энергии, которая дает тема при полном понимании вопроса, они имели способность заряжать других. Так вот, второй кит, если мы так уже говорим, это как раз энергия посыла. Или, если вы хотите, это энергия передачи материала. На простом примере просто скажу, что преподаватель в университете также прекрасно знает материал. Он знает его лучше любого человека на Земле. Он действительно всю свою жизнь копает. Но он не всегда рассказывает интересно. И так, чтобы люди усваивали материал блестяще. Это означает, что нет энергии посыла. То есть передача, она вялая. Вот если наложить первое, полное знание темы на энергию посыла, и плюс еще ко всему, третий кит, добавить чуткость к аудитории, умение слушать и умение понимать реакцию зала. Как люди реагируют, воспринимают ли они материал, доступно ли я им говорю. Вот тогда это такой комплексный успех. Материал, энергия посыла и чуткость. Или эмпатия. Тут можно много синонимов подбирать. Это умение объективно видеть, как тебя воспринимают. Доступно ли ты говоришь. Довольны ли люди твоим ответом. Или нужно ввести дополнительный диалог для того, чтобы им было еще понятнее. Вот это понимание здесь и сейчас, им здесь понятно в эту секунду, это очень серьезный навык. Если опустить умение предпринимателя публично выступать, его ораторское искусство опустить на уровень повседневной жизни, повседневной работы, насколько и как он может его применять для развития своей компании, для развития своего бизнеса? Это хороший вопрос, потому что чаще всего люди, которые занимаются бизнесом, они в меньшей степени выступают публично. Они больше общаются на уровне переговоров. Это первое, с чем обращаются чаще всего. Это ведение встреч, круглые столы, дебаты, а также проведение совещаний и собраний. Вот это тот пункт, который касается всех топ-менеджеров и всех предпринимателей, потому что они собирают коллектив часто, скажем так, регулярно. И умение правильно донести свою позицию, умение наладить диалог с коллективом. Это такой же навык коммуникации или публичное выступление, как и все, что мы проговорили до этого. Но помимо такой регулярной работы, естественно, вот то, что я называю, это дебаты, переговоры, круглые столы, семинары. Ну и если предприниматель человек публичный, то, конечно, интервью и конференции, и прочее. На чем основывается успешное публичное выступление и сколько может занять обучение ораторскому искусству, мы сегодня общались с Вероникой Селегой из школы Аристотель. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулеваба, специально для Дука Скопи ТВ из Киева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok